С 2022 года реализуется проект «Цифровые кафедры Казанского Федерального Университета», направленный на получение студентами цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования РФ. По итогам обучения студенты получают вторую квалификацию в сфере IT, дополнительно к квалификации по основной специальности, а также знания и навыки, применимые на практике. В рамках проекта прошел КФУ Digital Day — мероприятие для студентов, посвященное цифровым технологиям и их применению в различных отраслях. Проект реализован в ключе того, чтобы наши студенты, неважно на каком направлении обучения они обучаются, какую специальность или профессию получают, получили цифровые компетенции. Цифровая грамотность — это новая грамотность нашего времени, это требование, которое нужно в любой сфере. И чтобы реализоваться как успешным специалистом, ты должен оправдать цифровыми компетенциями. Чтобы дать возможность студентам стать востребованными специалистами на рынке труда, реализовать себя в трудовой деятельности и построить успешную карьеру, запущен формат федерального проекта, который называется «Цифровые кафедры». Он реализуется в лучших вузах нашей страны. Федеральный университет Казанский федеральный, конечно, участвует в этом проекте. Мероприятие стартовало с панельной дискуссии в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета, где HR-специалисты IT-компании рассказали о новом ландшафте рынка IT-кадров. В рамках встречи студенты узнали, что сейчас в приоритете у востребованных IT-специалистов, какие софт- и хард-компетенции актуальны о карьерных перспективах в IT-отрасли. Прежде всего, это точка встречи индустрии и наших студентов. И вот в шоуруме мы стартуем с первых важных вопросов для студентов. А как вообще устроиться в IT-сферу? А что для этого нужно сделать? А как пройти собеседование? Как написать резюме? Ведь по факту трудоустройство в IT-сферу принципиальным образом отличается от большинства привычных сфер, на которых студенты учатся на основном своем образовании. И вот мы стартуем с этого массового мероприятия. А после этого у нас предполагается 15 мастер-классов по профилю каждой образовательной программы с ведущими спикерами на сегодняшний день от индустрии. И важно отметить, что мастер-классы, они будут на стыке предметной отрасли основного образования, например, юриспруденция, лингвистика, медицина и IT-компоненты. То есть это не просто рассказать о том, как стать программистом, тест-тестировщиком. Нет. Это какие компетенции IT-сферы необходимы в вашем основном предметном поле, чтобы вы стали более квалифицированным специалистом, а экономика страны могла развиваться более быстрыми темпами. В Институте управления экономикой и финансов эксперт CRM, директор по развитию телеканала про бизнес, автор и телеведущий программ Азбука CRM, IT для бизнеса и других Алексей Кудинов рассказал, что такое CRM и зачем это бизнесу. Вместе со студентами разбирались в самой эффективной методике управления коллективом и работы с клиентами. В целом, получая образование в федеральном университете, там по своей специальности, нужно всегда смотреть, какие инструменты в бизнесе по этой специальности используются. Потому что можно прийти с красным дипломом, с кучей учебников, с основными посылами в голове, ты понимаешь индустрии, ты понимаешь основные, основополагающие методики, экономические и так далее, управленческие, но нужны пассатижи и отвертка для того, чтобы делать. Вот такие пассатижи и отвертка, которые для электрика инструментом являются, для руководителя, для экономиста, это ERP-системы, CRM-системы, BI-системы, то есть тот пул бизнес-решений, который используется от маленького стартапа до большой корпорации. Весь день участники проекта КФУ Digital Day узнавали о самых актуальных цифровых технологиях и слушали лекции от ведущих специалистов в сфере IT. Такие мероприятия помогают не только узнать о специфике интересной сферы, но и попробовать стать ее непосредственным работником. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.